всем привет давайте создадим анимированные точки взаимодействия как вы помните похожая система была gta вайсити там каких-нибудь таких стареньких играх ну и принципе даже в новых некоторых создают такие виды то есть типа подойдите вот на эту точку там и у вас что-то будет все это созданы из одного материала просто лишь разные параметры давайте сделаем его и также покажу я основные элементы которые надо будет учесть так инстансы я удаляю этого материала они нам не нужны давайте делаем материал это будет пусть make point во первых нам саму структуру материала надо настроить во первых это у нас surface blend вот мы выставляем выставляем трансфюшн шеддинг аналит и обязательно ставим ту сайт иначе у нас кое-какие ребра не будет видны что нам необходимо во первых это текстурки ординой так это у нас текстурки ординой и и мы будем настраивать здесь есть июйца и линкви тайлинг но мы ее подадим через мультиплай наши необходимые значения пусть это будет нажимая буковку с и естественно с параметра выскакивает это у нас будет сайс по x копируя его оставляю сайс по y далее делаем append вектор соединяем наши два вектора выставляем в бе первое значение пусть единица второе выставим за равное трем это мы будем позже настраивать пока временно настраиваем дефолтное значение и теперь нам нужно во первых сделать граница так скажем давайте это generate band давайте выставим просмотра до нашей структуры вот это вот такая вот штука теперь мы настроим ширину ей также вызываем параметр прописываем ширину выставляем сюда значение сделаем 0 2 ну примерно представим что так а там подкорректируем делаем далее шарп нас так переименовы так это у нас шарп нас выставим не знаю значение 03 и все это мы будем сейчас соединять если мы соединим это все у нас получается линия да то есть мы текстурными координатами задали сколько количества линий у нас в данном случае по y но эти линии нам ничего не дают сделаем их покрасивее пусть это будет сдвиг это у нас пэнер и вот это мы копируем чтобы настроить эти значения данном случае это x y то есть скорость по x и по y так обязательно переименуем это у нас спит x как видите значение у нас допустим если по x мы выставим 0 у нас получается что двигается наверх если я выставил значение по игреку если а минус единица поставлю он у нас двигаться будет вниз то есть этим мы будем регулировать это значение далее мы должны все это соединить с вертексными нормальными из-за того что у нас вот допустим сверху тоже будет видно все если мы сохраним нашего наш материал и им какой-нибудь кубик да то есть можно отсюда кинуть кубик сделаем его чуть побольше размерность он у нас черный из-за того что я не подключил здесь ничего применяем и как видите у нас нету не прозрачности у нас черно-белое изображение да то есть нам нужно вот сюда подавать прозрачность и во-вторых мы также видим движение и снизу и сверху то есть здесь есть небольшие нюансы нам это не нужно мы сейчас их выкинем давайте сначала подадим у нас опасите чтобы мы могли более-менее конкретно понимать как прозрачность создается в данном случае bounding box это наш так скажем общая часть куба мы из полного значения списка rgb да будем выделять dot product необходимый вектор нажимается фрк 3 и кликаю по рабочему столу подаем его сюда если мы будем смотреть что это у нас такое у нас все прозрачно да если мы поставим единицу на синим мы сделаем непрозрачную только ту часть которой черная то есть то у нас будет непрозрачно либо наоборот белая я вот всегда путаю что у нас белая включается или выключается скорее всего давайте выставим one минус так ставим старт да скорее всего это белая у нас непрозрачная черная прозрачная и теперь нам необходимо вычесть небольшие значения чтобы у нас полностью вот эта вся часть не закрашивалась делаем минус с абстракт какое-то определенное значение пусть это будет 06 чтобы посмотреть как получилось вот это значение у нас будет не закрашена так и подаем ноду сатурайт давайте посмотрим как она будет выглядеть она немножко вот так скажем сглаживает подаем в опасите так включаем значение и как видите да у нас если мы выставим куб вот так у нас снизу тоже будет бегать а это нам не очень необходимо из-за этого мы сейчас будем его исключать из движения вот вот этих всех то есть выделим наш вектор в данном случае это у нас так вектор вектор не вижу его вектор нормаль в с и теперь мы выделяем нашу необходимую маску значит мы берем mask компонент и выделяем и выделяем наше необходимое значение то есть из-за того что я сейчас вот все это тыкаю мы ничего не видим давайте давайте во первых сделаем старт то есть мы сейчас выделили боков данные данного куба если be мы выделим вверх то есть вот эти значения мы как раз таки будем вычитать в данном случае би у нас является верхом но на некоторых моделях происходит по другому то есть вот это нам нужно будет менять и но мы можем также сделать смотрите скопировать это маску в одном выставить r в другом би и естественно есть такая нода свитч статик свитч параметр здесь мы можем написать какой нибудь маск допустим би на тру поставим би на фауз допустим r но единственное что вот эта штука у нас отрабатывает только при создании материала то есть вы ее официально так скажем не сможете менять теперь мы давайте чтобы нам выделить не только низ но и вверх в данном случае мы его не видим но он в реале может появиться можно выделить ноды абсолют абсолют и бисе и она выделит и как вверх как мы выделили да вот то есть мы выбрали что у нас вверх будет естественно низ тоже захватят давайте давайте старт видите мы выделили низ и вверх и теперь по сути эти мы не будем захватывать для этого мы просто берем ван минус то есть мы исключаем их из общей модели если мы это увидим на старт привив вот мы выделяем только боковую часть в данном случае ну и через ну и через ну и через ну и через ну и линейр интерполейт то есть lerp мы будем делать значение значение необходимое вот этому давайте подключим эмиссив и альфа у нас будет то что мы выделяем именно наши боковые части и как видите у нас только боковые части является двигаем вверх мы исключили низ исключили так теперь чуть-чуть смещаемся и нам нужно объединить так скажем значение давайте еще создадим цвет нажимаем циферку 3 кликаем на стол делаем конверту параметр это у нас будет color сделаем подсветку так как и у нас эмиссив color мы мультиплаем умножаем на значение в данном случае это у нас будет параметр параметр будет называться power но можно power color значение эмиссива сделаем двоечку и все это мы умножим получив все получившиеся значения на наше значение вот этого так выключаем стоп превью и мы здесь вот такой вот вещь можем заметить это у нас не совсем то что мы хотели но сейчас мы это тоже будем поправлять потому что во первых черный цвет давайте выставим вот те линии которые мы выставляем в данном цвета это вот та линия которой мы делаем подсветку все остальное у нас является так скажем прозрачным но единственном здесь затемнение идет как раз таки вот то что мы здесь вот выделяли значение 06 это то значение которое мы делаем затемнение то есть если я выставлю 0 2 это меньше и естественно у нас больше закрас идет сделала чуть 0 5 что нибудь подобное и теперь нам необходимо подсветить во первых низ это мы сделаем через ноду эдда берем наш линейн интер полейт делаем это подключаем нашу он минус вот которые части у нас и является вот это сдвиг так скажем и далее подсоединим его за место этого значения и как видите у нас низ тоже начинает подсвечиваться он просто светится но не это не идет движение если вам низ не нужен чтоб подсвечиваться просто не делайте вот это добавление ну и можно немножко поиграться с контрастом для того чтобы это сделать мы можем скопировать вот эту ноду здесь выставить между этом и мультиплей и сюда допустим наверх или низ данном случае на боковые части мы сделаем можем сделать мультиплей то есть умножение на какое-то значение и выделим чип контраст контраст мы будем подавать значение дефаута и у нас 0 нам нужно какое-то иное контраст ставим сюда подсоединяем к это давайте выставим здесь равное и берем и посмотрим как это все отработает у нас как видите у нас все так вот немножко размазано сейчас мы это будем регулировать давайте создадим наш материал материал instance накинем его и будем редактировать включим наше значение естественно мы можем менять кого давайте сделаем какой-нибудь такую красную точку speed y как вы видите да если я делаю ближе к нулю она у нас замедляется в данном случае 0 она останавливается поставлю 2 пойдет вверх минус 2 пойдет вниз сайс это у нас увеличивает количество беней данном случае по игреку если мы будем x крутить она у нас ничего не даст потому что мы по и и именно по игреку делаем данном случае у нас так скажем в 2d является типа x y два значения шепт нас давайте чуть чуть меньше количество сделаем потому что мы можем не заметить и меньше скорость так минус 0 6 шепт нас подкручиваем если мы ставим 0 1 мы видим что она немножко такая размытая линия идет если мы выставим 5 мы прям видно четко линия естественно вы поняли далее это power power это у нас эмиссив то есть на именно на линиях если мы выставим 50 мы просто ничего не будем видеть на что они светятся а очень ярко контраст очень трудно его некоторых местах заметить но это небольшие переходы такие кстати можно сразу давайте выставим на нашем материале вот это значение сделаем здесь параметр сюда поставим это у нас будет пейт так у меня кого-то разве зависла допустим кого то есть это высота вот нашего бокса вот этого подсвечиваем выставим сюда 0 3 так здесь мы сохраняем чтобы у нас на instance тоже все изменилось и вот где она у нас вот он включился как видите да мы можем регулировать теперь еще и высоту но естественно чем ниже мы ставим мы этих линии не видим так выставим на единицу то есть чем меньше мы делаем освещение у нас изменяется так и возможно у нас контрастность не работает сейчас посмотрим давайте попробуем умножить на минус единица и посмотрим что это нам даст может быть контрастность у нас минусовых здесь значения будет работать но честно говоря не особо видно изменения ну возможно а нет вот плюсовых значениях и минусовых контрастность дает задний фон такую подсветку но представим что то так значение линии сделаем поменьше количество побольше и смотрите нюансы теперь подходим к этим нюансам вот у меня имеется несколько моделей да это раз это два это три по сути одна и та же модель но естественно юви разверка у всех по-разному была сделана накидываем наш материал один и тот же и у нас по-разному работают эти значения давайте выставим маск би в данном случае видите у нас у этой сломалась все потому что би для нее не подходит здесь у нас тоже изменилось здесь изменилось а здесь осталось почти тем же самым но почти даже в некоторых местах получше где-то похуже из-за чего вот это все так произошло мешает то есть из-за чего это так происходит юви разверка у нас естественно разная и получается так что давайте я покажу вот это пример нашей последней части которая которая у нас вот работает со звездочками да то есть они он прям видно поднимается вот эта часть у нас была когда ювишечка была повернута вот в таком виде а естественно первая часть у нас была вот то есть вот это была без того как я не применил а применил трансформацию то есть когда делаете меш необходимо применять трансформацию l-transform либо location rotation либо scale да я ее не применил и естественно она у нас поломалась но с одной стороны это прикольно можно сделать разные виды вот таких вот элементов также как видите можно накинуть на конус наш материальчик и если мы будем типа подходить так давайте его опустим типа подходить и естественно мы будем понимать что здесь какая-то точка локации или еще что то естественно все подрегулировав создав много инстансов вы сможете изменять вот эти все визуальные эффекты если мы выставим здесь допустим какой-нибудь другой цвет и у нас все изменится то есть на какой-то точке локации у нас будет допустим красная на другой синяя на третьей зеленая там что-нибудь похоже в общем на этом все надеюсь это видео было полезно так что до скорой встречи всем пока и 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